Следующий вопрос. Напишите метод sum, который будет корректно работать при вызове, используя любой из следующих синтаксисов. Давайте попробуем написать метод 1 с использованием массива arguments. Назовем нашу функцию как и предложено sum. На вход она у нас будет принимать x и y, вернее нет, на вход она у нас будет принимать только x, то есть мы пишем второй вариант функции, то есть у нас на вход приходит только один аргумент. В то же самое время мы делаем проверку ifArguments, это встроенный объект java script, который указывает на количество аргументов переданных функций, их может быть произвольное количество. Arguments всегда будет равно... ArgumentsLang всегда будет равно количеству переданных аргументов. Мы делаем проверку. Если длина массива Arguments 2, то есть нам переданы два аргумента функции вне зависимости от того, что мы указали здесь один, мы делаем суммирование нулевого и первого индексов данного массива. То есть мы складываем два аргумента между собой. В том случае, если аргумент передан только один, то есть у нас Arguments.Lang не равно 2, мы возвращаем функцию, которая принимает второй аргумент y и складываем x и y. Причем x у нас фактически берется из внешней функции, то есть создается замыкание и мы используем переменную внешней функции во внутренней функции анонимной, которая делает суммирование. Давайте попробуем запустить нашу функцию и, конечно же, вывести в лог результат ее выполнения. Нормально работает восьмерка. А теперь давайте попробуем вызвать два функции с двумя аргументами, переданными следующим образом. 5. Работает. Это метод номер один. Теперь метод номер два. И мы передаем сразу два аргумента в функцию и делаем проверку. Если y не равно undefined, то есть если у нас y передан, то мы возвращаем сумму. Если у нас y не передан, то мы возвращаем анонимную функцию, которая принимает y в качестве аргумента и также возвращает x и y. Давайте попробуем прогнуть нашу функцию. 5 и теперь через запятую. 2 и 8, предположим, чтобы получить 10. Таким образом, два метода, которые выполняют одну и ту же задачу, вызывают функцию суммирование с одним аргументом либо с двумя аргументами сразу.